МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости на канале Нинка в студии Сергей Коробков в нашем выпуске. Заложники политических игр на Совете по малому бизнесу вновь обсуждали белорусский рынок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родители не выбирают. Трагическая история в Юхнове. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доступна о вечном. Новая премьера Хвостовического народного театра. Теперь об этих других событиях подробнее. Судьба белорусского рынка вновь в центре внимания. На этот раз советы по малому и среднему предпринимательству. Участники говорили о направлениях работы и мерах господдержки бизнесменов. Сейчас в области работают около 12 тысяч малых и средних предприятий. Более 40 тысяч индивидуальных предпринимателей. Особое внимание уделили и состоянию дела в сфере нестационарной торговли. Репортаж Татьяны Зимушиной. Под личную защиту предпринимателей, работающих на белорусском рынке Калуги, взял глава региона. Судьба нестационарной торговли стала предметом жарких дискуссий на областном совете по малому и среднему предпринимательству. Большинстве муниципалитетов области этот вопрос решен давно. Колдобины на пути к цивилизованной торговле появились только в Калуге. Камнем преткновения стал белорусский рынок. На торговлю алтаря в антисанитарных условиях жители города жаловались главе региона. Тима широко обсуждал СМИ. В итоге решение о переносе белорусского рынка принято. И реорганизация нестационарной торговли в Калуге идет строго в соответствии с законодательством, отметил исполняющий полномочия городского главы Константин Баранов. Законодательство федеральное и региональное гарантирует право пользователям на осуществление предпринимательской деятельности по ранее согласованным местам до окончания срока предоставления аренды земельного участка. Они налагают на уполномоченные органы обязанность включать имеющиеся нестационарные торговые объекты в утвержденные схемы. Хочу подчеркнуть, что это не передел рынка для некоторых присутствующих, а нормальное упорядочение нестационарных объектов торговли. Предприниматели отказываются покидать привычные места, объясняя это страхом перед ростом арендной платы и сомнением в наличии самих торговых мест. Им активно вторят некоторые областные депутаты, поддерживая их в нежелании покидать эту часть улицы Достоевского. Позиция губернатора Анатолия Артамонова четкая. Эта торговая точка переедет, но предприниматели не должны пострадать. Глава региона предложил предоставить им места на центральном рынке. Я беру этих людей под свою защиту. Подарите каждому палатку цивилизованную, чтобы они были, допустим, одного там или двух, или трех цветов, чтобы это было красиво. Поставьте их сами, эти палатки, и по жребию, по жребию, чтобы не было потом никаких разговоров, что кто-то кому-то там получше, похуже место дал. Вот пусть сам тащит из ведерки там или откуда, из коробки свою фамилию и вытаскивает номерок палатки, в которой он будет торговать. Это первое. Второе. Назначьте цену, арендную плату не выше, чем они сегодня платят. Ни в коем случае. Ни одной копейки, чтобы выше не было. И эта цена не должна повышаться до окончания функционирования центрального рынка. Я считаю, что надо решать отдельно проблемы белорусского рынка, отдельно колхозного. Это решение, какое я объявил, вас устраивает как защитник? Меня устраивает, оно и предприниматели устраивают, но, к сожалению, они уже являются определенными заложниками той ситуации, которая сейчас возникла, потому что их тянули в политику. При этом в других микрорайонах шаги благоустроенной торговли уже сделаны и весьма успешно. На Кубика, Байконуре, правом берегу, палаточная торговля уже упорядочена, причем с учетом мнения местных жителей. Все жители, от опроса которых мы проводили, единогласно решили, что мы хотим покупать цивилизованно. Предприниматели, которые у нас там работают, они тоже, в свою очередь, пережили этот страх. На сегодняшний день у нас пустует всего лишь 5% площадей. Это по всем меркам торговли, сумма, которая вообще не обсуждается, это нормальный и естественный процесс. Сам центральный рынок тоже готовится к преображению, но не остановит работу, пока новый полностью не будет готов. При строительстве участники совещания решили использовать лучшие наработки страны в данном направлении. В пример привели колхозный рынок в Сочи, который, изменившись, стал не просто точкой торговли, а очередной достопримечательностью города. На поддержку областных властей могут рассчитывать все предприниматели малого и среднего бизнеса. Со своей стороны я гарантирую полную защиту всех тех, кто занимается делом. От любых проявлений, бюрократии или каких-то других вещей, которые вам мешают работать. Надеюсь, что все возникающие спорные вопросы в отношении бизнеса и власти мы всегда сможем решить конструктивно в рамках переговорных процессов. Судьбой белорусского рынка также стал одной из тем, поднятых журналистами на сегодняшнем брифинге главы региона. Помимо этого удалось узнать о том, какой предстанет обновленная набережная и будет ли наша область такой же привлекательной для инвесторов. Ответы на эти и другие вопросы в нашем следующем материале. Нам тоже не нравится торговля у стен храма. Торговля в антисанитарных условиях, заверили главу региона журналисты. На традиционном брифинге губернатора Анатолия Артамонова ситуация с белорусским рынком вновь стала предметом обсуждения. Эти предприниматели не будут брошены, повторил свое обещание глава региона. Вариант переезда палаточной торговли на центральный рынок Калуги акулы пера нашли справедливым. Не только палаточные торговцы, малый бизнес в целом может рассчитывать на поддержку областного правительства. Предприятия малого и среднего бизнеса, они каждый день практически открываются и это будет продолжаться. Мы дальше будем в будущей своей работе делать ставку именно на поддержку малого и среднего бизнеса, потому что видим в этом дальнейшую свою перспективу. Уверена будет себя чувствовать и крупная промышленность. Несмотря на ситуацию вокруг Украины, инвесторы подтверждают свои намерения сотрудничать с Калужской областью. Цементное производство в Ферзиковском районе, несколько фармкомпаний, всего будут открыты около 14 новых предприятий. Пока идет все в том русле, как хотелось бы. Нормально. Есть инвесторы, есть эти будущие проекты. И в том числе наши собственные проекты, инвестиционный аэропорт. В этом году закончим реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Грабцево. Мы уже приступаем к реконструкции Ермолина аэропорта. Кроме того, подушкой экономической безопасности в Калужской области выступают и предприятия, которые на протяжении десятилетий составляли красу и гордость региональной тяжелой промышленности. И сдавать свои позиции отечественные предприятия не собираются. У нас очень многие предприятия, традиционные нашей экономики, сегодня очень успешно развиваются. Это и строительная индустрия. Допустим, возьмите в Кирове стройфарфор. Я прошел недавно по цехам этого предприятия, и был-то не так давно перед этим, но просто удивился тем переменам, которые там произошли. Там работает такая же робототехника, как на Volkswagen. Те же роботы абсолютно избавляют этих работников. И там в большой части были женщины от этого тяжкого труда. Качество повышается. Нисходит с уст журналистов и экологический вопрос. Понятно, что жители районов, где могут быть подобные производства, опасаются вредного воздействия на окружающую среду. Поэтому к решению таких острых вопросов можно приступать, имея под рукой солидную научную базу. Программа действительно принята. Она принята была правительством Калужской области. Она была принята не с бухты, барахты. Над ее составлением этой программы работали ровно, ни много ни мало, 12 лет. Почему так много? Потому что надо было учесть все факторы размещения этих производств. Чтобы не было поблизости населенных пунктов. Чтобы там, ведь хорошо, иногда бывает населенного пункта нет, грунты не подходят. Рельеф не подходит местности. Это такая сложная задача. С населением надо было согласовать все эти схемы территориального планирования. В данном случае, кстати, согласована схема территориального планирования с населением. Была в том числе и по этому детщину самому. Другой вопрос брифинга. Что все-таки появится на набережной Аки в Калуге? Анатолий Артамонов отметил, что проект дорогостоящий. Быть ему вообще или не быть, определять предстоит в первую очередь самим жителям. Мнение калужан, продолжил губернатор, должно стать ключевым и при окончательном решении вопроса созданием для кукольного театра. Анатолий Артамонов в целом напомнил журналистам, об их лице и всем жителям области, об ответственности за будущее малой родины. И эту ответственность глава региона готов с ними разделить. А давайте гипотетически представим себе. Вот какой-нибудь из этих отморозков, волей случая, выборы же ведь это такая штука непредсказуемая. Пришел, у нас такая ситуация была когда-то в области. И все, пять лет вы ничего не сможете сделать. Процедура отрешения его от власти, только президент, и то там избранного не так просто. И что будете делать? Ну что, вот у меня терпение, оно не бесконечное. Да мне хочется пожить немножко по-человечески. Но видя, что может с областью произойти, мне опять придется, наверное, идти на эти выборы. Екатерина Киселева, Сергей Панол, Светлана Слинько, Сергей Фондиков, телекомпания НИКО-ТВ. С мигрантами на связи. В Калуге на базе миграционной службы открылся колл-центр для консультации в сфере миграционной политики. Он появился в марте по поручению губернатора области. Почти за месяц работы туда поступило более 240 звонков. Половина, 110 обращений от граждан Украины. Самые часто задаваемые вопросы касаются получения гражданства. Также люди интересуют регистрацию или снятие с регистрационного учета и получение разрешения на временное проживание. Помимо консультации мигрантов, служба колл-центра должна помочь специалистам Министерства труда, занятости и кадровой политики отслеживать ситуацию по проблемам иностранных граждан, работающих на территории нашего региона. У нас наибольшее количество людей, которые приезжают по программе переселения. У нас достаточно большое количество людей, которые являются иностранной рабочей силой. И мы хотели вот эту ситуацию промониторировать. И если время и практика покажут, что тот ресурс, который сейчас есть, недостаточен, то, естественно, наверное, будут приняты дополнительные меры. Код-центра располагается по адресу Максима Горького, 56. Позвонить туда можно каждый будний день с 9 до 18 часов по телефону 57 93 73 или 8 800 450 00 95. Педиатрическое отделение в микрорайоне Силикатный скоро переедет в новое помещение, сообщили сегодня на рабочем совещании областного правительства. Здание детской городской больницы город подарил три года назад. В этом году в нем планируют начать ремонт. Однако отделение замедлишь часть постройки. Вторым этапом должно стать строительство детского реабилитационного центра. Не растягивать стройки и привести в порядок сразу все помещения поручил глава региона, отметив, что полностью завершить ремонт необходимо до конца текущего года. Анатолий Артамонов также попросил активизировать работу по установлению повышенной ставки налога на землю. Такая мера касается участков сельхозназначения, которые попали в частную собственность, но при этом не обрабатываются. В муниципалитетах работа по выявлению недобросовестных владельцев ведется недостаточно активно, считает губернатор. Только в двух районах принимаются подобные меры. Давайте так, вот этот вопрос, чтобы был у нас на еженедельном контроле. И, Елена Сергеевич, я прошу вас, значит, концентрированно эту информацию собирать и докладывать здесь, на нашем оперативном совещании, значит, сколько участков, в каких районах, где кто оформил, значит, и какие меры приняты. Также на совещании по поручению Временного оперативного штаба Министерства внутренних дел было вручено благодарственное письмо за активное участие Калужской области в мероприятиях, связанных с проведением Олимпийских игр в Сочи. Шестилетний мальчик, пропавший в Юхнове, найден мертвым. В убийстве подозревается его приемный отец. Напомню. Толя Сергеев пропал в четверг в минувший. О его пропаже заявили приемные родители. В следственном комитете нам сообщили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в убийстве ребенка признался приемный отец. Он сообщил, что избил мальчика, заподозрив его в краже денег. Когда понял, что ребенок умер, отвез его в лесополосу и закопал. В семье осталось двое детей, в том числе сестра погибшего Толи Сергеева. По подозрению в совершении убийства шестилетнего мальчика задержан его приемный отец, мужчина 67-го года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105-й, убийством малолетнего лица. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет пожизненное лишение свободы. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В представительстве области в Москве прошло собрание региональной общественной организации «Калужское землячество». Организация была учреждена в 1997 году. Бизнесмены, общественные деятели, политики и работники культуры активно участвуют в развитии внешнеэкономической деятельности Калужской области. Ведут работу по поддержке монастырей. Несколько лет назад землячество учредило собственные стипендии для талантливых студентов и детей-инвалидов из малообеспеченных семей, обучающихся в московских вузах. Не остается без внимания развитие внутреннего туризма. Мы помогаем там, где, может быть, не доходят руки администрации, где не хватает средств, где нужно поддержать инициативу людей. И мы только в прошлом году открыли памятник Синявину Боровскому, мы открыли памятник Ахмадулиной в Тарусе. Мы сейчас готовим открытие, создание памятника Гоголя. То есть мы занялись культурным, таким серьезным обустройством нашей родной земли. Классика «Глазами народа». В Остовическом театре состоялась премьера пьесы Островского «Воспитанницы». Спектакль в двух действиях собрал полный зал, а вечно актуальным Андрей Ткачев. Вот что я хочу сказать тебе. Раз и навсегда. Я не люблю, когда рассуждают. Просто не люблю, да и все тут. Этого позволить я не могу. Никому. Характеры, костюмы, декорации. Высшего пилотажа попытались достигнуть во всем. Театр народный, поэтому и артисты работают бесплатно. И сами делают весь реквизит. По ту сторону сцены у всех есть другая работа и личная жизнь. Но два раза в год коллектив собирается вместе, чтобы представить землякам очередной шедевр. На этот раз пьеса о молодой девушке, которая должна была во всем слушаться барыню и выйти замуж по неволе. История о молодости и свободолюбии, хоть и написана уже более 150 лет назад, рассказывает о вечных проблемах. Хотелось, чтобы зритель, который пришел, окунулся в классику, послушал, посмотрел, задумался и порадовался, что тогда, в те дальние-дальние времена, тоже любили, тоже были проблемы и тоже искали выход. Валерий Василевский занимается постановкой спектаклей уже около 35 лет. Но режиссер никогда и не думал о том, чтобы попробовать себя в других театрах. Ведь здесь все свои и все родное. Поэтому и попадание в роли всегда на высшем уровне. И как бы ни было сложно, под его началом артисты справятся с любой задачей. Я по натуре добрый человек, поэтому мне было немножко сложновато играть эту роль, потому что эта женщина Пилигримовна, она как бы играет злую подхальюнку такую, хочет свести друг друга, сделать зло. Ну, как бы я очень долго переламывала себя, но у меня это, наверное, получилось, я так думаю. Сложно было трезвым играть пьяного. Поначалу в словах путался, но потом все нормально было. Хочел луку застрелить, а она закрякнула. Хочел девку разлюбить, а она заплакала. Поклонники у Хвостовичевского театра есть и за пределами родного села. Председатель законодательного собрания Виктор Бабурин старается не пропускать ни одной местной премьеры. Я глубоко убежден, что если бы эти спектакли показывать по нашим районам, то везде был бы восторженный прием. Хвостовичье село небольшое, и в зрительном зале много знакомых лиц. Выступать перед друзьями и родственниками гораздо труднее, признаются артисты. Каждый раз нужно находить что-то новое и необычное. Но аншлаг на премьере доказывает, что им это удается. Вы знаете, особо не люблю себя хвалить, но все, что творилось за кулисами сегодня, мы сами чувствовали, что отдавали себя полностью от и до. И вот удовлетворение шло. Мы видели реакцию зала, и вот это нам еще более способствовало тому, что мы еще хотели больше и больше выложиться. Пьеса заставляла задуматься, но уже через несколько минут хотелось засмеяться над классической остротой. Такое сочетание никого не оставило равнодушным. Мы знаем актеров, нам очень интересно наблюдать их, то есть как они меняются в каждом спектакле, то есть меняются характеры, то есть насколько люди талантливы, насколько они интересно играют. Ну, в общем, понравилось нам. Спектакль понравился очень. Кто понравился? Валя Андросова и Нина Федотова. Нина. Да, Гавриловна и компаньонка. Ну, слов просто. Где-то актеры молодцы, игра восхитительная, все очень хорошо, мы рады за них. И мы гордимся, что у нас есть такой хороший театр. Артисты театра надеются, что когда-нибудь смогут принять участие во Всероссийском фестивале народных театров. Ну, а пока они снова стали победителями в своем родном селе. Андрей Ткачев, Сергей Фондиков, телекомпания НИКТВ, Пластовичи. Ночь без воды. Специалисты Калуга обл. водоканала проведут аварийно-ремотные работы на городской насосной станции. В связи с этим с 12 ночи до 6 часов утра в центральной части города будет наблюдаться пониженное давление холодной воды. Ну, а сейчас новости спорта. О них расскажет мой коллега Николай Егоров. Коля, скажи, пожалуйста, вот минувшие выходные чем-то отметились у нас в спортивной жизни в области? Событий опять было, как всегда, много. Но я лично побывал на матче футбольного клуба Калуга и футбольного клуба Домодедово наша команда добилась успеха. Причем очень уверенно. 3-0 победа футбольного клуба Калуга. Еще больше новостей через несколько секунд. В клубе «Витязь» подошли к концу состязания по боксу, посвященные воссоединению Крема и России. На ринг вышли около 50 участников. За поединками наблюдала и наша съемочная группа. Не по призыву военкомата, но по зову сердца и областной федерации бокса молодые спортсмены решили поддержать интересы своей страны в вопросе с Украиной, который сегодня так обсуждаем среди взрослого поколения и так далек от них самих в пору их возраста. В Крыму? Ну там Крым лучше бы войны, конечно, не было, но там во всем правы люди. То есть председатели, а они не правы, во всем правы люди. Дима Упатов, как и его кумир Владимир Путин, все разногласия привык решать мирным путем. И только на ринге тихого мальчика не узнает даже родная мама. Будущий защитник Отечества доказывает всем, что в свои юные года он хоть сейчас готов к защите Родины. Открытый ринг, соревнования регулярные, а в этот день они получились еще и патриотичные. Такое историческое событие, как воссоединение Крыма и России, не должно пройти мимо молодого поколения незамеченным. И сегодняшний турнир, по заверению организаторов, поможет юным боксерам запомнить это событие еще на долгие годы. Мы решили привести открытый ринг и поддержать народы Крыма и города Севастополя, а также проявить солидарность с правительством и президентом Российской Федерации в том, что они делают воссоединение Крыма с Россией. Мы полностью поддерживаем это все и поддерживаем людей. Народ Крыма и города Севастополя. Как и в истории с Крымом, на этом турнире победила дружба. Пьедестал почета так и остался невостребованным. Зато грамоты и памятные подарки получили практически все участники соревнований. Александр Сорокин, Михаил Кузьмичев, телекомпания НИКО-ТВ. Весенние ритмы прозвучали в Калуге. Три сотни участников попытались добиться успеха. Кому это удалось сделать, знает Ольга Золотина. Весенние ритмы и краски на паркете. Яркие платья и романтическая музыка европейской программы. По традиции пара открывают ее вальсом. Настроение подстать непостоянному сезону. Сдержанный стандарт, который сменяется жаркой латиной. В программе 10 танцев и каждый по-своему весенний, уверены организаторы. Это кому что ближе, кому-то ближе венский вальс. Для кого-то венский вальс это весеннее настроение, а для кого-то быстрый фокстрот это весеннее настроение. Ну, вот лично для меня весеннее настроение это, наверное, самбо. Это для всех по-разному, но в общей массе для зрителей из всех этих танцев складывается, я думаю, весеннее настроение. У зрителей настроение весеннее и боевое. И даже медленный вальс дает выплеск адреналина в кровь. Для них этот бал прежде всего соревнование, на которое они приходят поболеть за своих. Мы сами тоже танцуем, мы понимаем, насколько это тяжело и сложно. Но очень красивый спорт, интересно приходить, смотреть, просто даже когда ты сам не выступаешь, поддержать своих ребят. Конечно, как волнение и как стрессовая даже, пожалуй, ситуация. Потому что, когда сам на паркете, наверное, не такие эмоции испытываешь, чем когда сидишь в зале, переживаешь и болеешь. Почти без волнения на паркете ловят удовольствие от каждого движения Дарья Петрова и Александра Грачев. У ребят, вставших в пару шесть лет назад, романтическое отношение к творчеству. В каждом танце они рассказывают историю двух сердец. Все танцы – это жизнь, потому что танец – это и есть выражение жизни. То, что мы делаем в нашей жизни, первая встреча с санго, чай-чай-чай – это уже какое-то отношение. Ромба – это уже пошла любовь. Масадоболь – это первая ссора. А джайф – это уже веселье. Да. А в финале у вас что будет? Веселье или что? Конечно же веселье. Веселым. Веселым получился финал для пары не только в танце. Александра и Дарья заняли первое место в категории молодежь. Еще один кубок областного первенства увезла брянская пара – Дарья Сизикова и Владислава Бушенко. Они стали лучшими в категории юниоры-2. Ольга Золотина, Андрей Сомов, телекомпания НИКО-ТВ. И на данный час у меня все новости. В преддверии Дня Смеха ведущие программы «Главный» решили узнать, как можно отметить этот праздник. В качестве экспертов выступят студенты и представители рабочей молодежи. Не обойдут вниманием и тему КВН. Телефон прямого эфира 5577-99, начало в 20.00. Ну а мы с вами прощаемся ненадолго. Всего доброго, до свидания. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok